Блин, я не знаю, кто тебя цензурит, Санёк, но он вырезает нужные места. Ох уж, как вам эта шутка понравилась, я смотрю прям. О, Диман, погоди, Диман, погоди. Выдохни, пожалуйста, выдохни, выдохни. Выдохнул. Итак, мальчишки и девчонки, мы продолжаем наши замечательные старперские посиделки. И сегодня мы опять в количестве четырёх замечательных штук. По традиции, сегодня у нас Сашка с канала Ретро Сталкер, помаши детям. Всем привет. Скажи пару добрых слов. Я только злые знаю, да? Я готовился, я даже не знаю, что сказать. Всё понятно. Всем привет, позвольте пальцы. Это в конце, говорит, ты что? Позвольте пальцы. Ты что богохульничаешь, это в конце, говорят. Сегодня, по зиме не говоря, поболтаем, покажем ништяки. Так, я понял. Колька, Никси, Пикси. Ребят, привет. Рад, что вы слушаете наш подкаст. Надеюсь, он вам нравится. Надеюсь, сегодня тоже будет весело и нескучно. Или нет? Даже смотрит, Никси, даже смотрит. Кстати, у нас подкастика нет в аудиоформате где-нибудь? Нет. Вот, тут желающие хотят послушать просто фоном куда-нибудь на подкасты. Можно попробовать заморочиться залить. Я просто не занимался этим. Надо попробовать. Это я пока не забыл, решил спросить сразу. Я понял. А, мы у нас свободной темы, я ничего вырезать не буду. Весь компромат, всё, залью на YouTube. И сегодня у нас свежее лицо. Димк с канала Жернов. Салют, это Жернов. Наконец-то я. Меня позвали, всё-таки я смог вырваться из домашней рутины и присоединиться к этому замечательному каналу Верх на старт. Сегодня мы будем смотреть различные ништяки всех ютуберов, которые здесь собрались. И даже, возможно, я что-то покажу из моей скромной коллекции. Кому-то это покажется хламом, но для меня это всё-таки какой-то ретро-став. И он несёт за собой определённые воспоминания. Хлебо и зрелищ. Начинаем. Прям заинтриговал. Ну и по традиции начнём с меня. У меня сегодня не так много ништяков, не так много новых. Но есть кое-что для вас жёлтого. Вот такая штука. Ghostbusters 3. Ненавижу эту игру. А ты знаешь, какая игра внутри, кстати? Там, которая-то убогая такая самая. Какая из них убогая? Ну, где вид сверху, она кривая, там где лакушку кидают. Американская NES-овская версия. Но в виде Famicom у меня её нет. Если кто не знает, на Famicom выходило две версии. Вот такая. Которую тоже много не любят. И единственная 8-битная нормальная игра про охотников. Вот такая. Это Нью? Это Нью, да. Ghostbusters. И многие, когда были маленькими, ввелись на обложку и покупали вот эту гадость. Ну и же все три части собрал. Первая, вторая, третья. Ну, я думаю, что и в жёлтом я всё соберу. Но, коль попалась вот эта штука, я решил её взять. Не задорого, ты берёшь такие штуки. Первая часть, конечно, не фонтан, если честно. Я думаю, может быть, все играли, может быть, не все играли. Я не помню, как они отличаются. Помню, там одна была такая, ну, дурная игра, там невозможно было играть. Вот дурная, в которую невозможно было играть, это первая. Она ещё более-менее. А была ещё такая интересная графика, там уже такая хорошая, типа, знаешь, такая изометрическая что-либо. Да, вот это как раз, вот это японская, которая Даниил. А вот, а вот это дрянь. К сожалению, в своё время, в 90-х, мы, увы, не могли узнать, что внутри. Поэтому мы покупали по обложке. И это гадость нам втирали. Но у нас ещё проверяли, кстати, мы просили, проверьте нам, пожалуйста. Это у вас фирменные какие-то прокаты были, а у нас там нет. Нет, это там в магазине просто. У нас бабка в ларьке продавала на улице картриджи, там фиг, что проверишь. А у нас на рынке так же было. Да, а ещё... Зуб давала, да, хорошая. Ещё был рынок, и там просто они лежали на целлофане. Ну да, в палатках. И там невозможно было проверить не то, что за игра, а то, что она работает. Ну, самое прикольное, когда возвращаешь картридж и говоришь, что, типа, не работает этот картридж, как они проверяли? Они переворачивали этот корпус и смотрели там на платки ихние знаки. Там точки бывали, бывали несколько штрихов. Ну, мы эту фишку просекли и меняли не рабочие на рабочие. Ах вы негодяи. Обманывали работников торговли. И... Приходилось. У меня есть ещё один картридж, но уже с немного другой историей. Те, кто имел и имеет полнокомплектный или хотя бы коробочку от Sega Mega Drive, наверное, с обратной стороны видели скриншоты из разных игр. Нет, мы видели там это Sega Mega CD и слюни пускали, и хотели очень её. А, ну, хорошо. У тех, у которых была коробочка со скриншотами, сейчас можете начинать ностальгировать. А, ну, у меня была вроде только, не знаю, лицензионная ли она была или нет. Это, да, 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 да. Это в светлой коробочке было Mega CD, и такие коробочки я видел уже в сознательном возрасте. А когда был Звездяков, у меня была тёмная коробочка, сзади были скриншоты. И одна игра у меня вызывала дикое любопытство. Я не знал, что это такое, но называлась она вот так. А, флэшбэк? Флэшбэк? Да. Это... Градка или? Нет, это Genesis Лисушная, да. Ну, у них такая обложка, да? Я долго её... Я вообще, во-первых, я её долго хотел показать. Ещё в первом выпуске. Но решил, что в первом выпуске слишком много. Потом оставил её, наверное, на второй выпуск. Но на втором выпуске было много слов. Поэтому её не показал. В данном случае... А мы недавно с AnyCon как раз обсуждали все эти игры. Бродилки на Sega, там вот Lost Generation, флэшбэк, ещё что-то было. Ещё третья какая-то была. Another World. Another World, да, да, да. Вот она, кстати, да. Она, кстати, похожа на Inato World. Хорошо, что в детстве она мне не попалась. В детстве она мне сто пудов бы не понравилась. Потому что, наверное, я ожидал... Я ожидал какого-нибудь обычного от неё платформера. Где бежишь слева направо и стреляешь всех убиваешь. Флэшбэк, да. Это одна из первых игр, которые я, кстати, вот купил себе на Sega. Её полностью прошёл тоже с этим англо-русским словарём сидел там, знаешь, переводил эти всякие там фразы. Интересно, мне понравилось. Это какой год был? Ой, не помню, не скажу даже. Ну, примерно, плюс-минус. То есть это было в детстве у тебя или уже когда ты в Германии жил? Да, наверное, когда школу заканчиваешь. А-а. Год не помню даже какой. Не скажу про что. Может, даже после школы забыли. Ну, ты, конечно, этот, барин такой. Мне бы она в детстве не понравилась. У тебя как будто выбор был. Вот у нас выбора нет. Вот то, что было на картридже, приходилось изучать до последнего. Потому что играть не было. Не в чё. И один раз мне друг звонит. Он, кстати, сейчас вот проходит. Он говорит, приходи, у меня крутая, классная игра появилась. Я купил её там на последние деньги. Но я знаю, что если купил, значит, стоящий этот экземпляр. Ближайшие 3-4 месяца мы в новые игры играть не будем. Как бы я побежал к нему, прихожу. А там, короче, какие-то квадраты на квадраты ставят. И говорит, это вообще крутая игра. Давай играть. Я сначала не понял, что за говно такое. Перематерился. Стой. Ну, потом... Никси, подожди. Какая консоль? Sega Mega Drive. Ага. Да, что уж. Квадраты на квадраты на Sega Mega Drive. Квадраты на квадраты. И начали разбираться по чуть-чуть, по чуть-чуть. И этой игрой оказалась Duna. The Battle for Rockets. Я так и понял. А я-то хотел экшена. Экшена-то не было. А также бегать, прыгать, стрелять. Но, увы. Вот разобрались. И оказалась чудо игра. Поэтому, когда выбора нету, разбираешься в том, что есть. А Дюну как раз я в детстве играл. И мне заходило. А мне с первого взгляда вообще не понравилось. Не, не, одна из лучших такая. Ну, сейчас-то, да. А еще мегаломания. Для меня это тоже одна из лучших. Ну, сейчас много чего лучше. Я Sega вообще брал чисто. Сейчас они хотят сказать. Я говорю, еще это. Была крутая одна... Вот мегаломания, кстати, стратегия была. Да, отлично тоже играю. Мне очень нравилось. Но я тоже уже намного позже поиграл. Наверное, в году 97-м. Может, 98-м. Но прям классный последний уровень. Кто быстрее ядерное оружие построит, тот и победил. Короче. Но так бывало, что в тебя запуляли эти компьютеры. Сразу же ядерные. Ты в кого-нибудь и в тебя. И все. Помочало она мне вообще что-то не очень понравилась. Ты про какую? Только одна. Человечки бегают про мегаломанию. Мегаломанию, ну. А потом, когда врубился, въехал как-то играть. Блин, там нормально так. Ну, с каменных времен там начинаешь. Зарубы с компом. Нет, я ее до сих пор не видел. Даже не играл. Да. Не то, что не играл, даже не видел. Нет. Я только обложку видел. Классная, классная игра. Сейчас есть во что поиграют. Культовая игра. Типа знаешь Lost Vikings. Сравнил. Ну, не, я вот эти игры из детства, которые в основном все, мне кажется, все в них играли только вот. Даже по культовой стиле Lost Vikings все-таки более культовая. Ну, да, да. Много ли кто знает, что такое мегаломания? А про викингов знают все. Ну, да. Он так, что происходит, вообще я не понимаю, о чем они говорят. Да, ну, я так иногда подвисаю, да. Не, я слушаю, мне потом вся информация за одну секунду долегает. Я ее пытаюсь разобрать. Давай тоже что-нибудь расскажи. Диман, 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 стал черным полностью. Перед эфиром, по-моему, вообще свет выключили. Перед эфиром не тормозило. Свет погас, интернет отключили. Зато не скучно, видишь, развлекаешь нас. Диман, все тебе нормально. Да ему норм. По эфиру поездить, я все нормально. Я чисто слышал, вгораю вас. Почему-то, когда вот эфир начался, все залыгало. До этого нормально было. Что за херня? У тебя там жена до интернета добралась, короче, качает. Рубильник отрубает. Выгоняй всех из гаджетов, из-за компов, из-за всего. Так вроде никто и не пользуется. Ты в мегаломании... Соседи, соседи. Тоже? Прибегают с этим, со своим оборудованием там около дома, у жены сидят, выкачивают. Он говорит, у него тарелка. Он выходит, а тарелку тут пилит. Там пикер посиделись. Уйди, сука, мы подкаст пишем. С ружьем выбегает такой. Так, ну что мы остановились-то? На том, что я спросил у Димана в мегаломании, он играл в детстве. Остановились на том, что у меня опять залагало. Да, вот на этом. Да, именно, прям, четко, четко. Та же поза, то же выражение лица. Все как просил. Так, посеять, посеять. Ничего не меняется. Диман, скажи, в мегаломании ты в детстве играл? Или нет? Это ключевой вопрос. Если ты на него не ответишь, интернет не появится. Прекращать не хватит, хватит. Чего? Это мобильное приложение, так это. Хрен его знает, не знаю. Во, сейчас нормально. Сейчас нормально, Диман. Подожди, отвечай быстрее на вопрос. Просто когда Коля не пришел, все нормально было. Коля, твою эту частичку Wi-Fi забирает, да? Коля, убери камеру от экрана. Она высасывает интернет у Димана. Диман, ты в мегаломанию играл в детстве или в взрослой жизни? Нет, в классе в десятом, где-то в девятом. У меня, короче, друг Дэн. И у него Sega появилась. И, короче, там был ролик, где я про 4 Sega рассказывал. Я всегда после школы ходил к нему смотреть, как он играет. А у него были одни стратегии. И вот я, как бы, тоже купил потом Sega и играл в одни стратегии. То есть я все собирал, все, что в городе были, все стратегии. Ну, включая эти Urban Strike, все страйки, короче, и подобные. И вот, короче, вот это все собирал. Все, что хотя бы похоже было. А сколько стратегий вообще на Sega? Ну, Дюна я знаю, мегаломания. Как это? Популус еще есть, Популус. Популус, потом вот... Пауэрмонгер, по-моему. Вот Пауэрмонгер, вот эта игра, просто я не знал, как в ней закончить уровень. Там надо было, потому что когда миссии выполняешь, заходишь и нажимаешь все закончить. Я, блин, как? Я, короче, переписал с экрана на бумажку всю информацию. И вот эту заставку пришел к учителю по-английски вместе и переводили мне это все. А что за игра, как называется? Пауэрмонгер. Это все ради того, чтобы закончить уровень просто. Санек, ты подкаст будешь смотреть, там будет подписано. Не, я, может, я просто не расслышал. Повермонгер. Повермонгер. Не, не, не знаю, не слышал. Еще играли в этот Центурион. А, да-да-да-да-да. Функция налоги ставить. Мы, короче, рубили адские налоги и деньги проигрывали на скачках, короче. Таким образом играли. Да, вот Центурион я, кстати, видел, как вот кореша был. Тоже там слоны, можно в бой, там, помню, на Египте тоже слоны, короче, там, боевые что-то. Там такая жесть была. Короче, все эти игры были у твоего кореша. Ну, не все, я их потом все сам, да, собирал. То есть он мне, как бы, посыл дал, а когда он, короче, Соньку взял, он мне дал посыл на JRPG. И теперь Никси вступает и погнал про JRPG. Это бесконечно может продолжаться. Про JRPG? Ну что, продолжим? Что ты можешь сказать про JRPG? Ты тебя спрашиваешь. Да тебя кого же еще? Да, скучные после сотки. В сотку проходишь JRPG разных, и они потом скучные становятся. Почему-то. Погоди, как правильно сказать? JRPG или GRPG? Да, как угодно, как нравится. Ты же в России живешь, как хочешь, так и спрашиваешь. Нет, ты как знаток скажешь. Все, по-разному, по-разному будут говорить. Какой знаток? Я просто играю, и это не значит, что я знаток. Ну, не скромнитесь. Ну, японцы так скажут, там, американцы так скажут, русские. Как по-японски будет JRPG? Так, Диман, ты когда кричишь и машешь руками, ты начинаешь подвисать. Слишком большой поток информации. И не, ты со своей энергией, поток твоей энергии бьет в телефон и вырубает интернет. По воздуху глушит сигнал. Не буду. Я буду в одной позе вот так застыну и все. Я фотку оставлю лучше. Да, нормально, нормально. В прошлый раз, кстати, записи тоже лагало, и никто про это не сказал. К тому же звук там останется нормально. В принципе, у каждого звуковая дорожка есть. А, ну да. Самое главное – это звуковая дорожка. Помнить о звуковой дорожке. Я вот поглядываю на диктат. Ну, там это, где Диман записывает, пропадает со звуком. Ты тоже вырезай с подкаста, чтобы смешнее было людям. Нет, не буду. Слушай, знаешь, когда он пропадает, можно фото... Я шутку пропустил. Это победа. Цензура. Санек, скажи что-нибудь. А что, меня не слышно было? Да, тебе... Ты сказал, когда ты начал говорить, и все, я тебя вырубил. А, я говорю, когда Дима пропадает, фотографию его на альтер-эго вставлять, где он вот это, с усами, с усами. Аркаша пришрал. Я, Аркаша. Да, 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 да. Мы тебе все равно не слышали. Ну, давай, Диман, коль ты у нас свежая кровь, давай с тебя и начнем. Пока Диман не пропадает, пускай показывает. Да, показываю пока то, что в коллекцию для мува успел насобирать. Раз стопочка, и вторая такая же стопочка. Это все для мува? Сначала, да, это для мува две пачки. Вообще, тематические коллекции, они классные. Игр 25, наверное, или побольше. Ну, где, может так, около 25 игр. Сначала не хотелось все собирать, вообще мне это раздражало, но вот эти вот коллекционеры, вот они меня бесят. Они вот не все собирал, все собирал. И я такой, мне хочется тоже вроде собирать, но я понимаю мозгом-то, зачем мне это все надо. Соберу, короче, для мува. Их там штук 100 просто всего, поэтому мне хватит. А остальные просто по желанию, как бы, то, что нравится было собирать. Ну, а здесь вот, вот, как бы для галочки. Вот я для мува собрал коллекцию, все, как бы, нормально. Потому что хотя бы я в него играю. Ты играешь в игры для мува? А сколько всего их вообще для мува? Сколько было сотни, а сколько? Да, около сотни, что-то вот так вот. То есть их реально собрать, просто, может, некоторые где-нибудь придется искать далеко. Ну, это мало их там. Я думаю, ну, с Ебэя или через кого-то можно будет найти. Ну, в принципе, они все такие более известные. Подожди, ты играешь в игры для мува? Да. Для мува. Вот именно в этой комнате тут я специально. Я изначально... А твои близкие знают, что ты играешь в игры для мува? Конечно. А что, это, как бы, болезнь какая-то? Я не знаю, ты сам про это сказал. Я тебе задал... Да, мало того, что... Я задал простой вопрос. Я специально искал фитнес, и вот я русский взял фитнес, и хочу какой-то типа экспериментов сделать. Попробовать потренироваться по фитнесу, и посмотреть какой-то результат будет или нет. По фитнесу для сонки третий. Настолько извращение. Вот такой. Вот таким тебе запомнят зрители. Да, точно. Человеком, который собирает диски для мува. Кто еще может собирать? Я только вот недавно увидел человека, кто собирает чисто спортивные игры, футбол и хоккей. Для меня это вообще далеко. Футбол и хоккей там только собирать. И по ним именно ведет прям обзоры. Вот не помню, как называется. Но я его мельком просто увидел. Смотрю парень. Или у кого-то была реклама. Для каких консолей? Ну, для плойки я видел. Спорт у него. И хоккей, футбол. Почему его и нет? То есть у него такая прям узкая направленность. Мы же в прошлый раз говорили, и я спрашивал, кто по каким загонным принципам собирает. Вот Никси вообще собирает красивые картинки. Ну, это тоже, да. Но это чисто для полки. Совсем собирать для полки не очень. Мне надо хотя бы это запускать. Время от времени хотя бы посмотреть или поиграть. Сколько-то часов. Физически у меня не получится запускать, сколько у меня есть этих игр. Даже если каждый день просто тупо запустить хотя бы до первой заставки, вряд ли это получится. Ты просто не дошел до таких масштабов и до таких аппетитов. Ну да, вот я не хочу до таких масштабов доходить, чтобы это просто стояло. Как у меня, я купил Госбастерс, но я не буду в него играть. Ну да, это так же, как у меня. Я соберу все игры, но не буду в них играть. Ты смотри, с нами посидишь и тоже этой херней заболеешь. Так вот, я себя хотя бы оградил на первый раз. Бесполезно. Возможно. Это заразно. Ну это отвлекает от создания других роликов, на которые я специально хотел делать. Это очень отвлекает. Одни распаковки идут, вот еще надо будет две распаковки делать. Как минимум. Поэтому, да, как минимум. Все будут игры для мува? Не скажу. Но там будут игры для мува. Ты знаешь, к Диману приходишь в гости, открываешь дверь, а на тебя высыпаются диски для мува. И Диман такой, под этими дисками, помогите. С этими. С мувами, да. С фонарями, да. Смотри, я тебе, Диман, еще идейку подкину. Смотри, когда для мувов закончишь собирать игры, допустим, европейки, потом можно японки и американки еще раз собирать. Как с ними закончишь, потом можешь еще в силдовых вариантах начать собирать. Это силдово, это очень, прям для меня очень специфично. А что есть в японском варианте для мува? Ух, наверное, да вообще, жесть. Есть что-то с тентаклей. Да, вот я только хотел сказать, что, наверное, что-то такое. Вот с тентаклей. У нас есть один востоковед в оранжевой кепке. Если я играю в GRPG, это не значит, что я все знаю про Японию и про игры, особенно для мува. Нет, ты не уходи от темы. В Японии, наверное, дофига там у них выходит для мува, наверное, стопудово там. Не знаю, я что врать-то буду. Это вот Санек пускай придумывает, там есть у них там какие-то игры. Санек, придумывай там, рассказывай. Есть игра, есть такая игра, там, короче, это, тарелку перед собой ложишь, а вместо палочек два мува берешь и ешь. Нет, ну нет, там эти всякие симуляторы есть, симуляторы фотографов там, девчачьих трусиков там и тому подобное. Там, ну, больше-то для VR, наверное, чем для мува. Ну, может, что-нибудь такое-то делать. Ну, у нас, скорее всего, да, для мува-то зачем. Нам бы такие игры. Вот, кстати, Диме... Говори, говори, говори. Диме тоже, говорю, подарок. Мы не узнаем всем. Я это, я когда буду монтировать подкаст, вырежу специально. Пусть сюрприз будет. Я как раз пропустил и не слышал. Все не слышали. А, ну, у меня записалось. Ну, я говорю, я вырежу это все равно. Вы поняли? Блин, я не знаю, кто тебя цензурит, Санек, но он вырезает нужные места. Ладно, повторять не буду. Не надо. Наверное, просто там где-то в Германии... Меркель сидит и обрезает. На педаль нажимает. Я вот раз говорить, когда буду, меня вот сейчас слышно вообще или нет? Вот опять. Об этом больше не говори. Не говори об этом. Не говори. Давай о чем-нибудь другом. Санек. Давай. Дальше что-нибудь показывай. Меня слышно, слышно, слышно. Сейчас слышно. Сейчас слышно. А что, это пропадает звук или пищание какое-то? Ты эту тему не поднимай, короче, больше и нормально. Смотри, Диман. А, палец. Палец. Когда закончишь собирать игры для мува, начнешь собирать игры для VR. Да, я, кстати, как раз запланировал. Я запланировал уже, что для VR. Надо только четвертую плойку взять, когда пятая выйдет. Так зачем вообще приставки брать, если ты игры собираешь? Да. Ну, я хочу в них играть для VR. Я хотел купить четвертую плойку, когда она только выходила специально, для Silent Hill. А его отменили, но, соответственно, я и не стал покупать. Какая глупость играть в игры. Ты что? Ты с ума сошел? Диман, вернись. Я больше не буду так говорить. Поздно. Это знаешь, как в комедии у одного не слышно, а у другого не видно. Ничего не слышно. Ничего не вижу, ничего не слышно. За рулем сидел без руки, а без ноги жал на тормозах. Сегодня у нас подкаст шуток. Шутка-минутка, как я люблю говорить. Что там у тебя еще есть? У меня есть, короче, я для Никси тут приготовил. Не знаю, надо ему будет, он собирает всякое такое старое. Барахло-то даем. Барахло. Хлам, короче. Я хотел себе оставить. Показывай. Ну, опять, короче, зависел. Сейчас подождем. Да нормально все показывает. Нормально. Сейчас отлагает. Короче, коллекция вот таких книжечек есть. Одной только не хватает. Полная коллекция. Радуга. Называется «Выбери себе приключения». Короче, это для тех, кто давненько в квесты играл. То есть ты читаешь историю, дальше тебе идет вариант ответа. В зависимости от ответа ты переходишь на определенную страницу. И вот это вот адовое первое. Вообще я не мог пройти вообще никак в нормальном. То есть как бы чтобы не умереть. Это же мы с тобой как раз обсуждали, что у нас у девчонок в школе были такие книжки. И мы играли, короче. Ну вот если хочешь, я тебе зашлю всю коллекцию. Здесь только нет восьмого номера. Мне очень понравился номер. Короче, это про в поезде с вампирами. Вот реально интересная история. Мне понравилось. Да. А половину я тут даже не читал. А мы половину и не слышим. В распечати, что там были. Половину прочитал, а половину оставил. Это типа квеста текстового, да? Да, да, да. Можно потом как-нибудь поиграть. Квесту на прошедшую версию. На стриме. Ну все, все понял теперь. А я как-то кому-то... Я как-то предлагал стримить настольные игры. Самое главное, Никси, что они не воняют. Ага. А я уже почти что выветрил там. Короче, ну видео посмотрите. Это, конечно, плюс. Я согласен. Прям двойной даже плюс. А принцип как играется? Я так не понял. То есть ты читаешь, доходишь до какого-то места, где нужно сделать выбор? Да, наверное, перейти потом на такую страницу читаешь. Дальше выбор делаешь. Там, знаешь, похоже так. Диман, открой секрет. Да, да, да. Там, то есть, допустим, пойти в то-то место, в другое, либо сделать определенное действие, а там одно или другое. И выбираешь. И тебе там подписана страничка, на которую нужно дальше перейти. То есть, а если неправильно, то выбрал. Переходи в конец, там написано, игра закончена, да? Да, то можешь умереть, короче. Там есть такие вот прям жесткие правила, что если прям ты не выбрал, и ты сразу вначале прям дохнешь. А есть, они просто приводят к определенной развязке. Стандартно, в видеосюжетов, то есть, следуешь по тексту, то, к чему текст приводит, то и это. Диман, ты сейчас сыпешься крупно. Песок сыпется. Песок сыпется. И из нас из всех скоро будет сыпаться. Мы к этому идем. Короче, еще хочу показать одну книжечку, в которой я начал смотреть игры для компьютера. 91-го года книжка. Называется. Основа информатики и вычислительной техники. Эта хрень, все, что там было написано. Самое интересное для меня, это были вот тут вот картинки есть. Где вот такие там, например, где можно на компьютеры было посмотреть. Какие-то программы. Короче, еще такие. И вот самое интересное, это было. Музыка. Сейчас скажу. Вот, вот эта вот картинка. И я представлял, прям, как там играю, бегаю. Ну, ясно, ясно. Блин, класс. Что-то лоды Рунера, но тут от пожара, что ли, убегать надо. Хрен знает. Я про пожарника сразу же игру. Да, прикольно. Ты потом сделаешь фоточки, я крупненько фоточки покажу. Да, я фотки сделаю. Потому что в записи это сложно смотреться. Что повез еще вот такие вот книжки. Ну, мы сидим, киваем, сейчас он не закончит. Теперь я понимаю, почему мы вот так кивали всегда, когда звук пропадал. Просто он в камеру слишком близко подвинулся, и поток данных не успевает. Как его обработать? Наверное. Ну, фоточки наделаешь, и потом покажешь. Вот, я тут спрашивал, а я, по-моему, зависел. Да, мы ничего не слышали. Вот такие, кто помнит книжки? Послушаем в подкасте. Да, мы послушаем в подкасте. В подкасте обозлуживаете. Ты фоточки сделаешь. А по профессору этого нормально, да, тоже популярная была книжка. Я выложу фоточки. А, вот. Все, ты мне сделал на аудио, да? Чтобы я не сыпал. Это ты себе сделал. Диман, верни. Потому что я ничего не нажимал. Ну, отлично. Все заработало сразу. Он, блин, лагает, все нормально было. Как запись, так и все. А может, тут четвером сразу как? Нет, ну просто нормально. Просто пейпер перекинул, обрабатывать всю информацию уже внову на ноутбук. Клещем он, да. На телефон. На телефон. И он повис. Ну, прикольные, кстати, такие штуки. Ну да. Может, какая-то редкость. Мы смотрели... Единственное, где мы могли смотреть игры, это был... У кого он был? Каталог стиплеровский Дэнди. Был у кого-нибудь, кстати? Нет, это, блин, роскошь была. Нет, а у меня... Я один раз только видел журнал вот этот, снизить черепашками. Что-то про Дэнди может какой-то... Не-не-не, у стиплера был... У меня, к сожалению, его не осталось. У стиплера был маленький каталог с играми. Его можно получить как? Ты покупаешь Дэнди Джуниор стиплеровский. Там лежит, типа, открытки. Заполняешь его, отсылаешь, они тебе как рекламу шлют этот каталог. Он прям засмотрен был до дыр. А что ты? Куда ты его делал? Кому-то подарил. По глупости. Повезло ведь кому-то, кто-то еще покупал в свое время Дэнди Стиплер. А кому-то приходилось только к друзьяшкам ходить в гости играть. Нет, на день рождения подарили. Да, стиплеровский. Джуниор. Мне тоже на день рождения. Я помню, каждый Новый год под елку бегал, смотрел. Нет ли там приставки Дэнди или Сега? Ни разу не было. А у нашей каталоги, которые были, это, это. Каталоги прохождения. Там мы и читали сюжет, и пароли смотрели. Особо картинок там не было, черно-белые. Вот как книжки. Просто книжки. Но был у нас один цветной каталог от Сега Мега Драйв. Там такая история, я как-нибудь выпуск, наверное, сделаю, расскажу. Очень долгая такая, прикольная. Вот. Но все печально закончилось. Сразу вам концовку поспойлерил. Не говорим, посмотрим видео. Да, обязательно. В планах есть. Как раз друг сейчас сидит. Вот это у него был каталог. Ивошний. Ивошний. Ивоный. Ну, чугуней. Теперь он будет, да? Теперь нету его. Его нет, он сказал печальную историю. Кого нету? Друга. Друга-друга, да, совершенно верно. Ты знаешь, и Никси поворачивает камеру, а в комнате пусто, да? Там такой скелет сидит с жестиком. Да. И играет. Дело поворачивает голову, а там ни телевизор, ни приставки. Да друг печально ушел. Ушел. Домой пошел проходить. Да я дома доиграю. Давай, Никси, коль ты подготовил народ к своему безобразию, показывай. Ну, у меня, как обычно, это скромненько, все простенько. Одна из распаковочек была уже отснята, но так как я ленивый, поэтому фиг знает, когда она будет. В общем, пришла мне подарить игру незнакомцу от Сереги, но не гейма, посылочка. И там был вот такой вот картридж. Ага. Шонан Джамп. То есть все персонажи. Этот же RPG, как бы, ну, на Dendy, на S-Famecom, на Bandai. Он силдовый? Но он слал, я как понял, рандомно, и не знал, что у меня есть, короче, вторая часть. Ага. В итоге у меня вот такой вот небольшой образовался сетик. Кручек, крутые игры. Ну, как крутые игры. Они силдовые? Не-не-не, это я так аккуратно, бережно в пакетики их засовываю. Это Famecom? Да, Famecom, Dendy. А что-то коробки такие большие. Они всякие были. Давай, сейчас я достану. Они всякие были. Всякие, всякие, да. У меня два вида только, два вида есть. Сейчас я вас покажу, погоди. Есть эти самые, коевские картриджи, они вообще похожи на мегадрайвовские. Ну да, у меня тоже есть там, что-то парочка таких в пластиковых коробках. Не буду. Пластиковые коробки самые клевые. Мне больше всего нравятся. А эти бумажные, барахольные. Слушай, а ты мне потом подскажешь, как их запаковываешь? Что же хочу? Вот это, обыкновенный пакетик. Необыкновенный, прям почти по размеру. Так это обыкновенный, от PlayStation 3, от DVD-боксов. А, да, да. Ну, в общем, там инструкция, мануал и картридж, как мы любим. Такой большой, квадратный. Вот, типа этот. Да, 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 TV-game. Нет, он не как TV-game. Слушай, а там холдер есть? Есть холдер? Ну, обыкновенный этот. Ага. Адамбандавис. Ну, стандартный ихний. В смысле не как TV-game, ну как TV-game вообще прям... Нет, мы не похожи на TV-game. Есть картриджи похожи на TV-game. Ну, это первые от Jaleco, которые были, ну, в принципе-то один и тот же. В общем, вот такая небольшая у меня обновочка. Кстати, как бы собрался на Famicom-чик. Всё, вся история. Сейчас, Анёк, дальше рассказывай. Можешь поставить и любоваться. Ну да, да. Играть-то я в такое точно не буду. Сейчас это не грабильно. Почему? Ну, как бы, хочешь попробовать? В гости приезжай, попробуй. А как это называется вообще? По-английски? Famicom Jump обычно называется. Да, Famicom Jump. До сих пор штампуют их. Вон, даже на четвертую Соньку выходил. Ага. У них же тут свои номера тоже есть, этих бандайских-то. Вот тут, допустим, где тут, вон, номер 13. Видно, не видно, не видно, но... Ну, видно, видно, сейчас. Ага, видно. Тут он номер 22. Где ещё 9? Да, где-то ещё 9. Ну, там, где-то другие игры под этими номерами выходили. Ну, да понятно. В общем, Серёга угадал. Сет я добил. Не просто угадал, в яблочек попал. Вот такое пополнение. У тебя много полнокомплекта Famicom-чик? Как так же? Да. Около сотни, может больше. Ну, у меня в этом, в Инстаграме есть, я там выкладываю. До сих пор ещё до конца не выложил всё, что есть. Можно посмотреть. Помимо Дечи, есть что-нибудь интересное? Ну, например, интересное Final Fantasy интересное, Dragon Quest, ты там. Нет. Ну, не знаю. Ты подумай. Потому что у меня исполнить... Ну, ладерунер. Ну, видели же мой Инстаграм? Санёк, помогай, что там у меня есть. Ну, ладерунер у меня тоже есть. Ну, это дичь, 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 дичь. Сайдпокет, сайдпокет хорошая игра. Тоже на пластиковых, да, коробочках? А у меня ничего нету. Так тебе вроде надо... У тебя уже есть. Не надо. У тебя уже есть. Ну, есть, я просто этого не знаю. А ты спросил, есть у него такая консоль или нет? Денди же есть у тебя. Денди есть у тебя? Денди есть. Денди вставит. У меня и Famicom есть, только нужно его ещё руки, чтобы дошли снять видео на Vmod. Он не будет Famicom. Всё у него есть, видишь? А у тебя, кстати, есть что-нибудь? У меня? Нет, Санёк. Денди? Санёк, консоль-то у тебя есть? Нету до сих пор. Не, Руни. Надо делать, а Vmod ему отсылать. У меня картриджи много, а консоли 8-битно ни одну нету. Ну, вот так вот. А ещё будут дендёвые картриджи. Вставлять некуда будет. Я вам всё, Колю прошу, чтобы он мне там Денди купил в коробке. Русскую, как у меня была, которая. Ну да, я помню. Ещё, ну что, по адекватным ценам, когда надо, тогда нету. А какая у тебя была именно? А где этот? Я как американский футболист нарисую. Денди Джуниор 2, по-моему, да? А, Джуниор. А, я такую себе купил, у меня такая же была. А я видел, у тебя на полке она стоит? На фотографии или где-то? На видео где-то видел. А ты хочешь полнокомплект? А вторая распаковка с ней есть. А ты хочешь полнокомплект на её? Да, да, да. Конечно. У меня полнокомплект на полку поставишь, и это будет не игровой комплект? Ну да, ну мне почему можно и поиграть будет. Просто у меня, у меня вон фомиком лежит, он не игровой комплект. Ну ты говорил, он у тебя почти как новенький. Ну да, я его не трогал, он в коробке лежит. Просто у меня все остальные консоли, они у меня игровые, не полнокомплектные. Мне как бы не интересно. Полнокомплектные я вот только для PlayStation собираю. Все остальные, у меня даже Sega картриджи, те которые лицушные, не все полнокомплектные. Как-то вообще все равно. В этом плане как-то без разницы. Все, его тоже цензурят теперь. Нет, меня не цензурят, все нормально. Я шучу. Это вы замороченный полнокомплект? Ну у них Xeon там дофига картриджей не полнокомплекта. Он как-то присылал список. У меня-то, а Dendy-то, не полнокомплектные, да. А Dendy-то, да. Заглушки чека нету, все, не полнокомплект. А Famicom-овские, там Ness-овские были картриджи? Ну да, были. Пустенькие. Пустенькие? А я не парюсь, мне как бы... Такое обещание, что про пустенькие ты у меня спросил. Неубедительно. Нет, допустим, я хочу игру просто как игру. Я ее покупаю в обыкновенной версии, ну то есть как бы особо не парюсь. А если я хочу которую для себя, допустим, тех же Чипы Дейлов, там Русалочек и так далее, я полнокомплект беру. У меня одна игра, ну как бы можно сказать, то, что в нагрузку идет, могу и не полнокомплект взять, а то, что это важно лично для меня, беру целиком. У меня, я собираю голыши. Единственное, что на Sega я всегда собираю с боксом. Должен быть Big Box обязательно. Ну, либо лицушный, либо Big Box в пират. И все. А так я собираю голыши в основном. Если я бы собирал их в полнокомплекте, их было меньше, ставить бы их некуда было. А так и расставил, красиво. Ну, в этом плюс, в этом плюс места больше. Да. Кто как собирает. Я так понимаю, Санек, ты вообще толком полнокомплект собираешь? Ну да, если все подряд брать, вот не полнокомплект, и так места мало, а так хоть понемножку, но полный комплект, ну уже как бы, знаешь. Ну, он пока еще не дошел до той кондиции, когда можно и не только полнокомплект. Нет, ну вот на Dendy-то, конечно, не откажусь. Картриджи. У меня еще ни одного нет на Dendy, желтого. Все будет. Все будет. Ты еще молодой. Ни одного не купил. А самое прикольное, вот у Санька Dendy-то нет, я ему предложил Dendy, это не полнокомплект, но он отказался, сказал, нет, мне не надо, только полный комплект, мне в коробке. Жир бесится, жир бесится. Димаш, ваши неполнокомплектные консоли. С Сын там охренели в своей Европе. Ну что, игровую бы поставил себе, можно было играть. Не говори-ка, он отказался, все. Я тут Коля говорил, что я на E-bay нашел, этот Dendy Junior кто-то продавал, знаешь, даже знаешь откуда, Албания страна. В коробке все. Только, ну там все эти бумажки, все внутри. И, ну, минус, что она не это, не включается. И она стоила 70, по-моему, евро, я говорю. За не включающуюся консоль? Да, нормально. Да за коробку платишь. Я Коле пишу, он говорит, нафиг надо, типа как, ну, в России подешевле можно найти, я не знаю, сколько она вообще стоит. Да, у нас периодически всплывают, даже в нашей этой, видел я, на Авито, на Юле, то есть в нашей Мариэл часто всплывали, пока Санек не попросил. А, ну да, так всегда бывает. Сейчас это, сейчас сложновато немножко, да. Но я ему ищу, потом найду, я говорю, ты не топи, не покупай, нафиг такие деньги тратишь, как бы. Там в пределах тысячи, полторы свободно продавали, даже дешевле. Ну, кто, особо не коллекционер, так они не знают, выставляют, как есть, смотрят в среднем, да и ставят, можно урвать. Мне это особо не нужно, я все, что хотел, собрал коробочные из деньги, у меня, не знаю, штук 5 разных есть, валяются. Все коробочные? Вот я не помню, то ли 4 коробочных осталось, то ли 5 все-таки. Ну, какие-то, ну, в смысле, полнокомплянтные, скорее всего, 4, вот, а не коробочных, там, ну, не знаю, еще штук 5. Не, у меня коробочные ни одной деньги нет. У меня есть два, есть два джуниора и один классик, ну, и пару, пару безродных плодов. А я работал в это, все для видеоигр, короче, вот, и в свое время там лежали никому не нужные и классики, и все, целая почта, знаете, я парочку забрал тогда. Как бы, они особо и лежат. Новенькие подище? Ну, вот есть одна, одна такая, вообще, муха не сидела, ну, как бы, игровая, но муха не сидела, как бы, но, вот, а остальные-то уже такие, ну, в нормальном таком, ничего не сколота, ничего не по желке, ничего не отвалилось, как бы, все работает, ну, в таком хорошем состоянии. Хорошая игровая консоль. Да, короче, тут я, это, заморочился, как обычно, это, все знают, что я там начал собирать всякие стальо, или как там говорят. Хлам мышами, мышами пупожертый хлам. Вот, короче, комиксы тут начал собирать, всякие фишки и тому подобное, и вот, делаю, короче, выпуск, ну, как, у меня уже сюжетик там написан примерно, там, еще людей подключу, вот, и что-то мне так захотелось, это, некоторые комиксы, да, собрать, которые у меня, допустим, в детстве были, и которые, ну, есть, что рассказать, то есть, свои личные истории, можно сказать, вот, и тут я, что-то это, решил, думаю, дай-ка посмотрю первый комикс Микки Мауса, ну, с чего все начиналось. Вот, не Микки Маус и Мишка, а именно, вот, первый комикс Микки Маус, который выходил, и вот, и залез на, там, Юлу, Авиду, и охренел от цены, там, такая цена, российский комикс, короче, вот, и что-то я подумал, нет, пожалуй. А цена какая? Ну, короче, давай без цен, кому надо, тебе посмотрят. Не отдавать с ценами, мне интересно. Ну, короче, пятюню стоит. Нормально, душевно. Душевненько, да, вот, и значит, я тут, ну, заказываю с разных городов, ну, стараюсь, там, то на немецком языке, там, Микки Маус и так далее найти, то еще у меня уже несколько накопилось, и я тут купил несколько номеров, это английские, ну, американские комиксы, Микки Маус, там, Adventure, короче, они там, разные серии есть. Еще сейчас, допустим, не только про Микки, есть, допустим, Гуффи, такой же Adventure, то есть, ну, альтернативная серия про путешествия, как бы, они там могут, вон, всякими метьми быть клевыми. Ну, путешествуют по разным эпохам, и вот, значит, сижу, листая этот комикс, такой, сейчас найду, где вырезка, вот, и оба-на, вижу, короче, рекламка, Микки Маус на русском, короче, написано, ага. Тут, короче, рекламируют, то, что, вот, в России выходит, короче, такой первый комикс, первый выпуск, короче, скоро в России, и тут дата датирована 90-м годом, короче, ну, и сам комиксы это, а по нашим комиксам, у нас он вышел в 89-м, первым такой. Я такой, опа, думаю, нифига, вот, типа, в этом, где-то в Америке выходили, значит, наши комиксы, то есть, могут люди купить, я полез на ebay, короче, и реально нашел и купил себе за нормальную сумму, причем тут голографическая наклейка, ну, я потом вставлю, посмотрите, там. First Russian Version Mickey Mouse, короче, магазин Disney Comics Limited Edition, 90-й год, короче, цена 10 баксов, что ли? То есть, это американский комикс на русском языке, что ли, в Америке, просто самый первый наш комикс выходил, короче, в них под ограниченным тиражом. И за сколько ты его взял? Ну, вместе с доставкой тысячу с чем-то там рублей получилось. В пять раз дешевле. В пять раз дешевле, да. В чем у нас? Если без доставки, там, да, он причем новый, силдовый, запакованный, ну, как бы, да, у нас, да, продают, поэтому я чуть-чуть охренел, короче, от таких поисков. Ну, наверное, я так подумал, что кто продает у нас вот эти версии, не задрипанные, а вот такие новые, которые по пять тысяч, они просто в Америке закупают и тут укладывают. Ну, наверное. Весело. Да, немножко детективных историй. И что мне очень нравится, вот в этих комиксах, у них всегда всякие интересные рекламки есть. Вот реклама, допустим, Дриммастера, Капома. Я вот, да, несколько тут журналов подготовил, утиные истории. Там еще по ходу листания журнала, классные всякие эти рекламки, ну, и, конечно, арты сами, обложки очень крутые. Они Нессовские игры там рекламируют. Нессовские, вон этот, про королевство игра, Adventure Kingdom. Ну, я сегодня в нее играл, кстати. Еще там, ну, еще есть, ну, в основном все по утиным историям там пока, в этом, по Диснею. Но прикольно так вот полистать, посмотреть. В общем, интересно то, что было. Ну, то, что русская версия у них выходила, то, что можно ее прикольно купить, это я прям не ожидал. Это интересно. Круто. Это просто победа такая была у меня, я такой офигел, думаю, вот на eBay. Подожди, я купил с какой страны? За Америку. И я не помню, под рукой нету, она прикольно шла, потом, может, отдельной истории как-нибудь расскажу. Там смешно вообще шла, откуда шла, смешно, я там получил, там еще адрес совершенно другой, ну, в общем, дошла. Слушай, а у нас реально он выходил? Этот комикс? Да, или он должен был выйти. Нет, 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 я так понял, часть тиража отправили limited edition в Америку, а часть у нас, причем они немножко отличаются надписями на этих, на первых страницах там. Вот у меня издание для Америки, а у нас еще выходило издание для нас. Ну, как бы это, которое для нас в редко встретишь в хорошем состоянии, в основном туалетная бумага. А вот там у американцев вот лежит, лежит. Все в новое. Все в новое, да, никому не... Там много этих лотов, можно посмотреть, подбирать внезапно. А остались, значит, они еще? Ну, конечно, да. Не такие, как редко, в принципе. Их в 90-м году никто не покупал, из принципа. Поэтому и даже руками не трогал, они лежат все лдовые и стоят, блин, в пять раз дешевле, чем у нас. Да, я там даже видел лот, там сразу же 10 штук продают, там, ну, такие особо не нужны никому в Америке-то. А у нас он ценится, то есть продают. Как говорится, внезапно. Ну что, Санек, давай бомби, вскрывай свои пакеты. Давай, вот тоже. Коля комиксы показал тоже, вот. Вчера пришло. А, ну все, сейчас. Я еще не открывал, даже не знаю, какой сейчас вдруг там эта, бумага какая-то туалетная лежит. Мы просто с Санеком вчера общались, он мне сказал, что вот получил комиксы, еще не скрывал, думаю, устроишь, типа у нас тут на странице. Так. Resident Evil? Ну. Прикольно. В общем, у меня уже есть четыре комикса, там полностью вот, ну вот. от первого до четвертого выпуска, Resident Evil, Fire and Ice называется. И тут тоже вот как. Перевожу огонь и лед. Да. Ну вот сверху надпись, я не знаю, кто-то может знаком с этим. Короче, официальный комик-бук, магазин Resident Evil. Это первый журнальчик. А год какой? Кстати, американский. Вот я хотел еще сказать, там один продавец выставил сразу два лота. Короче, в одном лоте четыре номера было американских, а в другой лот точно-точно такие же комиксы, только на немецком. Я, короче, на английском выиграл. Ну, как это, аукцион выиграл. Год, год. Патриота нету в нем. Блин, год я не могу найти. Где год-то пишет вообще? Там, где много буквы... Ну, этаж... Да, 98-й. Нифига себе. С выдержкой. Да, да, да. 20-летний. Вот их тоже, по-моему, четыре номера всего таких вот. А я думал, ты что-то свежее. Ага. Потом вот третий. Склэр, по-моему, да? Ну, а тебе будет по-другому делать обзор. Ну, короче, Санек, я так понимаю, что ты уже... У тебя с играми передост, ты решил перейти на что-то другое порезентировал? Ну, не, по резинку-то, блин, все можно собирать. А фигурки какие-нибудь есть у тебя? Фигурок нет ни одной. Да, ну, это уже лишнее будет, конечно. У меня есть, у меня есть. Я тут решил распродать фигурки свои. Это уже... Это уже лишнее, ты пока так говоришь. Ты как Диман, ты как Диман, не-не, я пока так... Я только собираю те игры, в которые играю. Фигурки-то есть, но это как, по резинку нету еще фигурок. И, конечно, не отказался бы, но там цены мне, кстати, были бы получили. У меня фигурки? У меня пипец, сейчас моя фигурка столько стоит, за сколько я ее не продам никогда. У нас в России, по крайней мере. А что у тебя за фигурка-то? А там тоже какая-то ограниченная версия была. Ну, как не ограниченная, она обычная версия, но сейчас ее уже нигде не найдешь. И что-то от 25 тысяч, короче, на нее начинается. На фотки она покажешь? Нифига себе. Фотки, да, ты сфоткай. Да. Может кто-нибудь у тебя... Может, конечно, набрал, сейчас не такие цены, но когда я последний раз заходил, с моим, ну, примерно... Японская это еще? Да, да, японская. Как-то заказывал, даже не распаковывал, а так вот у меня распечатанная лежит, так и лежит. Леон Кеннеди, поди, нет? Нет, у меня это... А, разгадай! Клэр? Героиня! Клэр? Нет. Джилл Валентайн. Волк. Да. Ну, Джиллку я люблю. Ну да, это... Я Ребекку люблю, и Джилку люблю. Да, твоя часть третья тоже, да, по-моему? Да, все верно, третья часть моя любимая. Именно Бая Хазад, потому что я играл и в нее как Бая Хазад. И она хотя бы не деревянная. А ты еще и в японку играл? Да, у меня есть этот... Ну, там как бы озвучка-то английская, но хрен с ним, там все остальное на японском написано. И менюшка на японском. У меня японка есть только с русской озвучкой. А пиратка? Японка-американка. А была пиратка японская у нас? Да, она изначально была, вот у меня только была японская там на иероглифах, а озвучка русская. А у меня версия эта для компа и для PlayStation 2 в 1 сразу же. Я тебе могу сфоткать. Ну, сфоткать, да, я покажу. Я, кстати, не знал, что были и у нас японки на пиратке. На PS1 же, правильно? Они небольшие. Очень много, кстати, японок было. У меня попадалось еще Кагера на японском. Много этих GRPG тоже откуда-то люди до переводов еще всяких разных везли. Просто вот записывали. У нас очень много прокурорников какие-то тоже на японском были. Я уж сейчас название не помню, но помню, что пачка у меня была. И все асэроглифы. Нет, с RPG-шками я еще могу понять, но резонтировал на японском. Есть же англоязычные издания. Почему не пиратить, а англоязычные издания? Ну, не понятно. Много было игр на японском. Первые вышли-то в Японии, наверное, чтобы побыстрее на рынок пираты. Ну, да, да, так и было. Может быть. Это останется загадкой. Ну, да. Надо найти об этом информацию. Почему так было? Нет, я честно не знал, что была такая фляпа. Хорошо, что тебя не затронули те времена. Но самое печальное, это, наверное, все-таки переводы были, которые потом игру обрывали на самом интересном месте или по кругу ее обгоняли. Да, или ломали загадки. Да. Ну, мы тоже развлекались, как мы. Я играл в первую часть на PC1. Но я, кстати, не помню, была ли она вообще переведена. Вот сейчас не вспомню. Но точно это была не японка. Ну, там видишь, озвучка-то на английском, на изначально английском, на японском-то не было никогда. А все остальное, это интерфейс на японском. Не сильно это мешает играть? Были пиратки непереведенные. В детстве вообще не напрягалось. Были игры, мы играли, все. Особо даже не понравилось. Не, я про Resident Evil говорю. Что про Resident Evil? Уточни. Сыроглифами. Сыроглифами. Спрашивай, сыроглифам сложно было вообще играть в нее? Нет. А, методом тыка, как обычно. Всякая доп. информация, вот эти материалы, которые читают. Скрафтить. Ну, еще загадки были парочку. Ну, остальное там в интерфейсе, там ничего сложного не было. А загадки там, как бы, блин, ну так догадаю. Ну, и выбор этих сюжетных поворотов, в принципе, развилки. А первую часть кто-нибудь прошел? Короче, все на японском. Смотря где. Ну, на PlayStation 1. Я на переиздании. Вернее, я первый раз попробовал, вообще прошел. Даже так скажу. Я купил, короче, Resident Evil Zero на GameCube, потому что эксклюзивом было. И GameCube за этим купил. А там еще и первую переиздали. Ну, соответственно, я первую часть еще и там прошел. Вот. И сейчас впоследствии уже прошел на PlayStation 4 HD. Короче, несколько раз перепроходил. Я прошел только вторую, я играл ее на ПК. И четвертую. И ради четверки я второй PlayStation купил. Ха-ха. В общем, мне так загорелось, поиграет мне. И все. А ты Дима прошел, нет, первую часть? С японским иероглифом. Нет, вообще. Не хочешь с нами разговаривать? Японская была, только уступая. Я не буду с вами говорить. Третья. Ты прошел первую часть? А первую я недавно перепроходил. Вторую, третью. А первую я, ну, в свое время, да, проходил. Я запускал вот не так давно. Поиграл минут 10. Такой, а как в это играть, короче? Там надо отбегать всех зомби, тратить патроны вообще нельзя. Короче, и очень деревянная. А после третьей части все деревянное, разворота нет. Там неудобно играть. Я думал, как это вообще мы играли раньше? Просто пипец какой-то. А по воспоминаниям вообще очень круто было. К хорошему быстро привыкаешь. У меня эти есть, прохождение, до сих пор записано на видеокассетах. Надо посмотреть там, как мы проходили. У меня же все есть. Или, по крайней мере, было. Надо залезть, посмотреть, что осталось. Ну, у Резидента точно записывал, как японского проходили. И по разным этим веткам даже. Что-то Санюк там ломает уже. Да блин, я ножик не взял и ножницы. Тут такая упаковка не эта. Что-то да, вскрываю. Ты уже в следующий раз? Ты уже в следующий раз скрываешь? Заранее готовлюсь, готовлюсь. Ну, вскрывай давай. Вы там болтайте, болтайте, я тут приготовлюсь. Да, я пока пошуршу рядом с микрофоном, чтобы было громко. Кстати, на вторую плойку кто собирают еще что? Я собираю. Я собираю вообще. Конкретно. Я просто нашел с мануалом у себя две игры случайно. Это что у нас, Black и Socom. Да, они полностью с мануальчиками идут. Если кому-то очень надо, то обменяемся. Санюк, тебе надо, нет? Нет, у меня Black есть. У нас Black есть, вот этот Black. Socom я вот на ebay сейчас вот тоже ищу. Есть издание такое в коробочке с наушниками. Там онлайн можно играть было раньше. А, ну да, на VIV Netplay. Ну, короче, ребята из подкаста, кому надо, игры, пожалуйста. Болком к Диману Жирнову на канал и меняем все с ним играми. А у тебя, Дима, у тебя они как сказать, они тебе не нужны, потому что у тебя есть уже такие, да, Элик? Нет, они мне как бы... А, не нужны то, чтобы... У меня есть и пиратка, и немножко вот лицензии, но это я отдельно ничего не покупал, я просто с консолями ничего у меня было. Конкретно я не собираю прям так, чтобы вообще вот эти с мануалами, как бы я предлагаю, если с кем-то обменяться, кто-то собирает. Надо, то надо. На вторую я бы взял то, что по сериям, там, Residence, Silent Hill, то, что мне нравится, а так я не буду собирать. Ну, я примерно так же. Скорее, все, что есть. Вот у меня на четвертую топлойку, вот, короче, вот такая только есть. Мне задарили, а у меня единственный диск на PlayStation 4. И у меня тоже. И консоли. Ну, за 400 рублей что не взять, у нас получат по 800 самые дешевые по городу. Вот у нас такие же. Ну, пусть будет, Uncharted все равно будут собирать, поэтому... Они классные. Ну, давай, Санек. Особенно второй, мой любимый. Второй любимый? Мне второй меньше зашел. Мне больше, наверное, третий понравился. Я играл на старте, как бы увидел рекламу Uncharted 2, короче, я офигел. О, думал, это прикольно, надо первый раз добыть. Он еще пока не вышел, я первый, как закончил проходить, тут же подоспел второй. Я засел в второй и прям получил массу удовольствия, а третий там и даже не слышно было. Я понял. Я просто в них играл полгода назад, поэтому даже меньше. Мне все понравились. Я даже не играл еще, запустил третий и выключил. Надо было уходить. Ну, у меня фавориты на PS Vita, Золотая бездна, и второй, как бы, вот они классные, мне прям понравились. Потом четвертый, потом первый, потом третий. В таком порядке. Ну, на Vita я вообще не видел. На Vita я тоже не видел. Только у тебя в руках он был. Я про Авито, а не про Виту. Вита, Авито. А я про Авито. Каждое свое, давайте поговорим, потом лишь тебе вырежет. Ну, что, Санек, давай там, ты уже весь в неизнеможении хочешь достать что-то из посылки. Давай, последний. Ну, вот посылка с Канадой. С Канадой, да, последний у меня. Ага. Ну, я собираю Resident Evil, да, игры? Еще я собираю, как бы, собираю. Еще я собираю комиксы по Resident Evil. Да, еще я пытаюсь собрать все стилбуки. А мультики, фильмы? Ну, тоже можно. Еще я пытаюсь собрать все стилбуки для PlayStation 2, которые выходили когда-нибудь. И тут как раз вот два в одном, Resident Evil и стилбук для консоли. У меня уже есть стилбук один европейский, Resident Evil 4. Давай доставай, не томи. А здесь вот американский стилбук тоже, как бы, ну, редко появляется. О, красавчик. Красавчик. Он этот, не силдовый? Нет, был силдовый, но силдовый, блин, вот этот-то стоит. Это, наверное, самый дорогой Resident Evil, который у меня сейчас в коллекции. Я искал, знаешь, их мало. Если они есть, то коробки все побиты, поцарапаны. А мне нужно, чтобы, ну, вообще идеально было. Ну, да, беда стилбуков, если их уронить один раз. Блин, ладно, блин. Да, в принципе, вообще ни царапинки нет. Открой коробочку. Что внутри? Там фиг вам. Блин, да нет, нормально все. Тут смотри, даже вот что-то продавец поэта какую-то визитку что-ли поставил. О, Брука вижу, кто-то без ахро. Ну, да, похоже. Second Hand Steve's Record Store. В общем, это... Блин, реклама. Вырежешь? Затанзуришь? Нет, оставлю. Все равно не поймут что-то. Это издание называется Resident Evil 4 Premium Edition. Смотри, смотри, вот мы пони на двух дисках. Красота. А что на втором диске? История создания. Саундтрек. The Making of... Ну, да, история создания. Да, ну тут вот прочитал я. А что внутри? Сейчас посмотрим. Не-не-не-не, история создания, что там? Ну, видеофильм. Наверное, документальные какие-то там материалы как делали, может, трейдеры и всякие. Самое ценное. Тут, короче, бесполезная информация. Ничего не смотрю из этих make-кенуов. Мануал и гайд какой-то. По второму диску. Может, а кстати, смотри, тут какой арт. Сейчас, какой-то достану. Задний арт тут тоже прикольный, такой, не знаю, видно, нет. На деревне? Ну. Твой монитор там видно. Порносайт открытый. Фоточки, фоточки пришлют. Ставишь. Форносайт. Ты палишься, палишься, Санёк. Ты потом сделай ему там видео. Да, да, я поставлю. Фотомонтаж будет. Со штурвалом. Ох уж, как вам эта шутка понравилась, я смотрю. Кстати, она не была шутка до того момента, как Санёк не узнал, что это не скинул в общий чат. Я говорю, лучше не знать, ведь нет. А, это не была шутка. Её вспомнили один раз, и Санёк полез и узнавать, что это такое. Теперь многие знают, что это. Ну, Дима, наверное, ещё не знает. Скинь ему картинку потом. А он знает. Да, знает. Видишь, как он ехидно улыбается. Короче, это второй стилбук у тебя в коллекции. По Резиденту, да. А Сайлент Хилл не собираешь? Собираю тоже, ну, пока Резидент хочу собрать. А четвёртый, ой, да, четвёртый с Айлент. У меня есть на Xbox. The Room, он на четырёх дисках или как он там? А, это если... Чё-то ты запутался? Да, нет, я просто читал, что Сайлент Хилл типа, или второй, на четырёх дисках был. Чё-то, ну, это, наверное, в какой-нибудь... Это на компьютер, на компьютер было. Это на компьютер, да? Да, слышал, где-то читал, где-то что-то для компьютера, по-моему, было. Ну, естественно, если там 4-гигабайтные образы, то для компа на CD-бл-анк это по 4. Как раз. Там плюс-минус. Они не все 4, конечно, есть. Ну, как быть, доп. материал именно, наверное. А, кстати, если... На компе, нет. Кстати, есть ещё последний стилбук по Резидент Ивиллу, тоже ещё один, блин. Но он дорогой очень. Итак, мальчишки и девчонки, вот подошёл к концу наш замечательный уже, какие у нас, третий посиделки, уже третий подкаст с посиделками. И давай в обратном порядке. Диман, давай ты первый прощайся. Вообще, я рад был поприсутствовать, наконец-то, здесь. Ну, пофиг, что связь лагала. Но в следующий раз я всё нормально сделаю, побольше сумею всё рассказать. И хлеба и зрелищ, мозольты пальцы. Главное, что звук записал. Давай, Никси-Пикси. Не записал. Ты что-то все вон там готовятся, какие-то речи там. Я вот хочу себе на бумажке тоже написать прощание, чтобы, знаешь, так торжественно со всеми попрощаться. Поблагодарить, что нас слушают, ребята там постоянно поддерживают, пишут комментарии. Но пока ещё не составил, так что просто скажу, мозольте пальцы. Мне приятнее, когда не подготовлены. Подготовление неинтересно. Нет, а там торжественно, знаешь, так выйду, встану на стул, как я люблю делать, возьму грант, бумагу, зачитаю. В белой рубашке. На табуретке. На табуретке. Ну что, Саняк, давай. Твоя. Ну я тоже никогда не подготовлен. Было интересно посидеть. Коля, спасибо тебе. Дима тоже. Спасибо. Встретимся ещё раз, да? Меня можно не благодарить. А вот этот чувак, который нас позвал. Да, 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 да. Ну ты же главный. Ты же, как говорится, мы гости. Давай ещё раз. Да на самом деле сбора. Нет, нет, ещё раз не будет. Да, ещё раз не будет. В общем, спасибо, спасибо всем за подкаст. Мозольте пальцы. Девочки и девчонки, всем счастливо. Подписывайтесь на парней. Когда я так говорю, вы видите белый кирпичный экран. И там такие иконочки. Нажимаете на неё, переходите, подписываете. Подписывайтесь. Всё, всем счастливо, всем спасибо. И до новых встреч.